Город, поднявшийся на Стрежне-Аби, стал центром освоения богатых нефтяных месторождений Томской земли. Широкая могучая обь – главная дорога к Стрижевому. Сюда, на баржах, доставили миллионы тонн гравия, засыпали болота, а потом строили жилые дома, дворцы культуры, школы. Каждый микрорайон – замкнутый благоустроенный комплекс со всеми удобствами и зонами отдыха. Первый деревянный дом стал теперь музейным экспонатом. Дома строятся преимущественно высотные, спроектированы они с учетом природных условий Северного края. Рядом с городом – совхоз Стрижевской. Вот такие помидоры зреют за 60-й параллелью. На этих болотах в ближайшие годы поднимутся 4-й и 5-й микрорайоны, и тогда город вырастет в два раза. А этот уголок живописной тайги станет парковой зоной. Выполняя указания Леонида Ильича Брежнева, высказанные им при поездке в Сибирь на Дальний Восток, мы стремимся создать наилучшие условия для высокопроизводительного труда и полноценного отдыха жителей нашего города. Город Стрижевой – молодой город. Город Стрижевой – и молодежный город. Достаточно сказать, что средний возраст жителей нашего города равен 29 годам. Все это заставляет нас вопросы социального развития города решать в комплексе. Так опережающими темпами ведется строительство детских садов, школ, объектов соцкультбыта, торговли и бытового обслуживания. Только в этом году в Стрижевчане получат более 43 тысяч квадратных метров жилья. Будут сданы в эксплуатацию несколько детских садов и ряд других объектов. Несмотря на то, что саженцы, кустарники, деревья нам приходится завозить за многие сотни километров из других районов области, А город строится на цепном грунте, Стрижевчане ежегодно высаживают значительное количество цветов, кустарников и деревьев. Стрижевчане любят свой город.